Вы задаете вопрос, почему мы в помойке, почему у нас дома разрушаются, потому что вот выручка УК ДСВЖР за 19-й год составила 2,5 миллиарда рублей, это только официально. Я вам раскрываю весь механизм обмана на всей территории страны, на всей территории страны. Механизм обмана, механизм присвоения права, полномочий, передавать общее имущество в пользование этим лицам, получать за это деньги и делиться. С кем делиться? С прокурорскими, с полицейскими, с судьями. Всеми, кто сегодня включен в эту игру, этими знаниями, с вами никто фактически не делится. Ни органы государственной власти в лице судебных органов власти, ни прокурорские, ни следственный комитет, ни полиция, никто. Будем смотреть, изучать, будем похохатывать, кто подписал этот документ, а не прикрывают это преступление. Ни в одном решении я не видел оценки письменных доказательств. Всплывают такие вещи, о которых следовало бы помолчать. Фальсифицированный документ. Ага, вот оказывается где-то я мучу это. В решении собрания смущаться, возмущаться, верещать. Смотрите-ка, как все здорово, а это закон. Нет собственников, сведений отсутствуют. Опаньки, кто проверял его полномочия? Опять никто. А если это фантомы? Нет ничего с нарушениями закона. Не имеют юридической силы, то уголовное дело, статья 327, ради чего был создан вот этот прекрасный документ? Третьим лицам. Чувствуете, да? А деньги-то направить на себя, любимых. А судьи у нас ключ от дурака. Но это твоя проблема, что ты не знаешь. Для того, чтобы вас обманывать, для того, чтобы вас грабить, сами себя уполномочили? Вот она основа-то. Разрушение страны. А огород огромный. Огород-то 15 тысяч квадратных метров. Капусты можно нарубить. Ой-ой-ой, сколько хватит на то, чтобы подкупить любого. Но ведь вы же молчите. Вы же не спрашиваете о денежные потоки. Направить в свои карманчики и сидеть похохатывать. Про денежки-то где? Остановитесь. Не делайте этого. Они могут огрести так, что и без квартиры останутся. Моя обязанность предупредить. Потом не прибегай, сопли не распускай. Итак, добрый день, уважаемые участники площадки. Время 11 часов 00 минут Москвы. Сегодня 23 мая 2021 года. Я, Богданов Виктор Владимирович, приступаю к изложению очередного материала. Материала, который связан с исследованием протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Я думаю, что исследование этого вопроса в нашей конференции, оно позволит многим гражданам страны наконец понять, где и в какой части происходит их обман. Где и в какой части управляющие организации присылают себе различные полномочия, которые в обычной жизни вряд ли кто-либо из нас их наделил. Ну, давайте начнем с того, что вы поставите плюсики, если вы меня очень хорошо слышите. И минусики, если вы видите на своих экранах тот материал, который я буду предлагать сегодня вашему вниманию. Плюсики вижу, а минусы? Минусы-то где? Зажили ли? Позорники, позорники! Не можете на клавиатуре минус найти! Ну, что ж вы такие у меня неповоротливые! Давайте шустрее! Минус поставьте! Видите вы или не видите материал? Значит, не видите! Давайте я покажу вам вот это! Видите вы или нет? Где вы там все попрятались от меня? Минусы поставьте! Во! Отлично, Антон! Молодец! Единственный, кто сориентировался! Видно все! Итак! Давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом занятии вчера! Мы с вами говорили о том, что в протоколе общего собрания, вот я его сейчас вашему вниманию представляю, отсутствует сведения о собственниках помещений, которые приняли участие в этом шедевральном общем собрании. То есть, смотрите, протокол есть, а собственников в этом протоколе, сведения о собственниках в этом протоколе отсутствуют. Также отсутствуют подписи этих собственников под протоколом, из чего мы делаем вывод, что никто из собственников помещений или их представителей в данном общем собрании, результаты которого оформлены исследуемым протоколом, не принимали своего участия и решения не принимали. По-моему, здесь все понятно, и мы можем двигаться дальше. Давайте мы двинемся дальше. Мы будем сейчас изучать с вами повестку дня общего собрания, и первый вопрос, который у нас с вами, мы должны разрешить. А кто подписал этот документ? Наделены ли эти лица, которые указаны, которые в качестве председателя, секретаря, значит, членов счетной комиссии, соответствующими полномочиями? Какие реквизиты, обязательные для данного вида доказательств, должны быть отражены в протоколе общего собрания и на основании каких нормативно-правовых актов? Вот сегодняшняя тема, она будет изложена в порядке, в развитии прошлой конференции, которая состоялась вчера. Будьте внимательны, это очень нужные знания. Этими знаниями с вами никто фактически не делится. Ни органы государственной власти в лице судебных органов власти, ни прокурорские, ни следственный комитет, ни полиция, никто. У меня по этому поводу сложилось четкое убеждение. Либо в органах государственной и муниципальной власти в настоящее время сконцентрировались невежды, неучи, откровенные д**ки, ну а также там сконцентрировались мошенники, в**ки, либо те, кто обеспечивает возможность управляющим организациям, товариществом, собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, ну и прочим организациям, индивидуальным предпринимателям действовать в обход закона. В чем я уверен и уже не только уверен, а убежден в том, что судьи так называемой Российской Федерации принимают деятельность, участие в этом преступлении. Они прикрывают это преступление. Почему? Потому что именно судьи обязаны руководствовать частью 5 статьи 67, исследовать любой документ в порядке, установленном частью 5 статьи 67. Мы вчера разбирались с этими вопросами. А также результат оценки доказательства и изложить в принятом решении, сколько присылают решений, ни в одном решении я не видел оценки письменных доказательств. Еще можно сделать вывод о том, что либо судьи не знают требований статьи 67, либо знают, но не выполняют требования этой статьи, что говорит о чем? О халатности при осуществлении правосудия, либо напротив, все знают, но специально не указывают эти документы, потому что в противном случае всплывают такие вещи, о которых следовало бы помолчать. Либо напротив, следовало принять меры к возбуждению уголовного дела к тем лицам, которые представляют этот документ в качестве доказательства по гражданскому делу. Сфальсифицированный документ. Документ, в котором отсутствуют реквизиты, придающие этому документу юридическую силу. Так нет же! Судьи наши, уважаемые, прекрасные судьи, делают вид, что ничего не видят и не понимают. Ну, мы будем с вами на дальнейших конференциях исследовать вопрос и учиться, как правильно реагировать вот на все эти пог***ные действия, в том числе отдельных представителей судебной власти. А сейчас мы давайте перейдем к исследованию этого прекрасного протокола. Ну и как обычно, свои действия мы начнем с того, что я сейчас вам представлю, какие нормы процессуального материального права нам следует применить при исследовании дальнейших вопросов. В данном случае вопросов, связанных с наделением полномочиями председателя, секретаря, членов счетной комиссии. При этом мы с вами исследуем вопрос о том, какие реквизиты, обязательные для данного вида доказательств, должны быть отражены в протоколе общего собрания собственников. Ведь многие из вас не знают, что говорит закон об этих реквизитах. Ну вот давайте мы с вами перейдем к статье 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Прочитаем его статью 185 и внесем в наш с вами документ, для того, чтобы он у нас всегда был перед глазами, чтобы мы всегда могли вспомнить, о чем идет речь в указанной норме. Вот я и открываю. Общее положение о доверенности. Смотрите, доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. Это пункт 1. Нас интересует пункт 4. Ну, вообще-то вся полностью норма интересует. Ну, мы в данном случае пока сосредоточимся на пункте 4. Почему? Потому что очень важная часть. Сейчас я все это скопирую, внесу к себе в документ. И мы с вами будем смотреть, использовать эти нормы в своих целях. Смотрите, статья 185. Это я сейчас все удаляю. Так. Вот это мы удалим. Это тоже пока по-банковски удалил. Вот мы оставим с вами вот эту часть. Она нас больше всего интересует. Пункт 1, пункт 3 и пункт 4. В первую очередь мы с вами обратим внимание на то, что пунктом 4 настоящего кодекса установлено правило о том, что правило настоящего кодекса, требование настоящего кодекса о доверенности, применяется также в случаях, когда полномочия представителя, полномочия представителя, подчеркну вам красную выделю, полномочия. А мы с вами сейчас заменим полномочия представителя. Мы сейчас с вами поставим за место полномочия представителя. Напишем председателя, да? Председателя, правильно? Председателя, секретаря собрания, членов счетной комиссии. И, да, вот посмотрите, я это все выделяю, чтобы вы все это видели. Что-то я добавил, да? Правило настоящего кодекса о доверенности применяется также в случаях, когда полномочия председателя, секретаря собрания, членов счетной комиссии содержатся. Содержатся, содержатся, ну, мы пока договор уберем, вот эту часть я сделаю невидимым, ну, чтобы она не смущала нас. Вот я взял и удалил. Содержатся в решении собрания, смотрите. Содержатся в решении собрания. И вот мы с вами сейчас продолжим двигаться дальше. Видите, полномочия председателя, ведь они же не по своей там в решении собрания. И мы с вами должны четко понимать, что, ага, вот оказывается, где полномочия-то должны содержаться. В решении собрания, если иное не установлено законом или не противоречит существу отношений. Для чего я, уважаемые участники площадки, вам указал это? А сейчас мы с вами перейдем. Тут же правило настоящего кодекса о доверенности. Про доверенность идет, да? В случаях, когда содержится в решении собрания. Переходим еще к одной статье прекрасной. К 48-й статье Жилищного кодекса. Там мы с вами увидим те перечень реквизитов, обязательных для отражения в протоколе общего собрания. Смотрите. Я открываю 48-ю статью. Открылась. И нас интересует часть вторая. Вот я сейчас ее тоже так же выделю, скопирую и вставляю туда, к себе, в этот документик. Который в дальнейшем я обязательно выложу для вашего всеобщего обозрения. Вы посмотрите и вспомните, о чем я вам говорил на этой конференции. Потому что многие забывают, о чем я говорю на конференциях. Потом начинают смущаться, возмущаться, верещать. Как непонятно кто. А мы с вами не будем. Вот нас интересуют две части этого документа. Но я сейчас выделю то, что нас интересует более всего. Итак, часть первая. Правом голосования на общем собрании собственников в многоквартирном доме обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании осуществляется собственником. Смотрите. В том доме как лично, так и через своего представителя. Это очень важная часть. Мы должны понимать, что можно голосовать как лично, так и через своего представителя. А представителя, да, мы с вами опять возвращаемся к статье 185, да. Письменная уполномочия, выдаваемая одним лицом, да. Собственниками, да. Доверенностью. Письменная уполномочия. Давайте мы это тоже сделаем. Проведем выделение, чтобы было понятно, о чем идет речь. Выдаваемая одним лицом, другому лицу или другим лицам для представительства. Ну вот давайте выдаваемая кем? Заменим одним лицом. Собственниками, да. Собственниками помещений в многоквартирном доме. В доме, да. Другому, там предположим, другому лицу или другим лицам. А мы сейчас поставим председателю, секретарю собрания, да. Членом счетной комиссии для представительства. Вот видите, я выделяю. Видите, все. А далее по тексту. Вот и вам дополнил, чтобы вы все это прекрасно видели и использовали в своей повседневной практике. Вот. Письменно выдаваемая собственниками, председателю, секретарю, членом счетной комиссии. Полномочия председателя и секретаря, пункт 4 членов, содержатся в решении собрания. Видите, письменная полномочия содержится в решении собрания. Ну, а решения собрания у нас, как мы знаем, оформляются протоколами. Так, хорошо. Давайте переходим к 48 статье. В данном случае нас интересует вот эта часть. Вот эта часть. Второе предложение части 2 статьи 48. Здесь написано доверенность на голосование, но мы заменим письменная полномочия, да. Письменная полномочия, передаваемая собственниками помещений в многоквартирном доме, председателю, секретарю собрания, членом счетной комиссии, письменная полномочия, в данном случае, наверное, не письменная полномочия, а я в скобочках поставлю, решение собрания, да, чтобы было понятно, вот оно, изменение, чтобы вы видели наши с вами рассуждения. Передаваем. Должно содержать сведения о представляемом собственнике помещения, соответствующем многоквартирном доме, и его представителе. Ну, и его представители в лице кого? Председателя, секретаря, членов счетной комиссии, да. Председателя, да, вот смотрите, секретаря. И все становится на своем членом счетной комиссии. И далее идут перечисления. Смотрите, что должно содержать? Реквизиты какие? Имя или наименование, да. Место жительства или местонахождение, паспортные данные. Смотрите как. Как все здорово. Вот они все реквизиты, которые должны быть отражены в протоколе общего собрания. То есть, какие данные должны быть в протоколе общего? Это, извините, это закон. Это не приказ. Там, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, или там, что, строительство. Кто его знает там? Приказ это так себе. Бумажка. А это закон. Причем жилищный кодекс. Поэтому, письменное решение собрания передавали, да. Председатель должен содержать сведения о представляемом собственнике. Ну, и давайте мы перейдем исследовать наш прекрасный протокол. Вводная часть протокола не содержит сведений о представляемом собственнике в объеме имя этого собственника или наименование, если это юридическое лицо. Место жительства или местонахождение, местонахождение, если это юридическое лицо, ну, и сведения о документе, удостоверяющем личность каждого представляемого собственника или его представителя, опаньки, протокол этого не содержит. И для того, чтобы убедиться в этом, какими-то особыми знаниями обладать не нужно. Мы с вами взяли, прочитали. Здесь нет этих сведений. Тогда зададим себе вопрос. А есть ли сведения о представителях, то есть о председателе, секретаре, членах счетной комиссии? Есть или нет? Ну, давайте начнем изучать повестку дня. Мы же с вами, ребятки-то такие, наглые, последовательные. Будем смотреть, изучать и будем похохатывать. Вот смотрите, пункт 1 о выборе председателя и секретаря общего собрания, а также об утверждении состава счетной комиссии. Это повестка дня общего собрания. Кто у нас инициировал проведение общего собрания согласно вот этому документищу? Общество с ограниченной ответственностью. Вот, я специально вам его выделяю. Да? Вот оно. Правильно? Смотрите-ка, как весело, да? Весело-весело, встретим Новый год. Почему в повестку дня не внесены сведения о представителях, о председателе собрания, секретаре этого собрания, фамилия, имя, отчество, место жительства или мест, да? Сведения о документе, удостоверяющем личность, это уже должно быть фактически отражено в повестке дня. В повестке дня должны быть эти сведения. Мы же с вами не знаем, кого предлагает управляющая организация в качестве председателя, секретаря счетной комиссии. Эти сведения должны быть отражены в протоколе, в повестке дня, вернее, не в уведомлении, а в повестке дня. А их нету. Ладно, давайте двигаемся дальше. Мы пока разбираемся с представителями собственников. Смотрим. Обратите внимание. Вот оно. Решения начались, да? Решили. Пункт 1, вот выделяю. Ну, кривенько тут, но в любом случае выделяю. Смотрите. Выбрать председателем общего собрания полномочного представителя УК ДС ВЖР. Кого полномочного представителя УК ДС ВЖР? Кого выбрали собственники на их общем собрании? Фамилия, имя, отчество этого прекрасного представителя, который еще оказывается полномочным представителем УК ДС ВЖР? Да нет этих сведений. Нет этих сведений. То есть, нет собственников, которые наделили полномочиями председателя, да? Нет сведений о представителе полномочному УК ДС ВЖР. Нет даже и сведений о доверенности. Она не приложена сюда. А наделение представителя обществом полномочиями, да? Наделение обществом полномочиями своего представителя. Сведений отсутствует. И документ отсутствует. Опаньки. И обратите внимание, а документища-то там еще тот. Он очень любопытненький. Мы дальше с вами будем разбираться, для чего был создан этот документ. Какие цели он преследовал? Какие задачи он разрешал? Давайте смотрим. Секретаря, секретарем собрания выбрал Яковлев Олег какой-то. Непонятно, квартира 247 или квартал 247 или еще там, я не знаю, что под КВ подразумевается номер 247. Более того, утвердить их в состав счетной комиссии. То есть они сразу одновременно и в состав входят, да? Отлично. Яковлев Олег. Где сведения о документе удостоверяющим личность? А я вам сразу скажу, кто проверял его полномочия? Кто проверял полномочия собственников, которые голосовали? Из этого протокола следует, что никто не проверял. Кто проверял сведения о документах, удостоверяющих личность, как полномочного представителя УК ДСВЖР, так и Яковлева Олега? Опять никто. А если это неизвестные лица? А если это фантомы? А если это вообще никто, а просто произвольно взятые сведения откуда-то и внесенные в этот протокол? А мы не забываем, уважаемые участники площадки, что кое-кто, а в данном случае руководители УК ДСВЖР, используют этот документ для совершения определенных действий, сделок. Итак, подводим с вами итог. В протоколе, который мы с вами исследуем, отсутствует сведения о собственниках. В объеме имя, место жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность, а также, я с вами еще не говорил, обязательно должны быть сведения о документе, подтверждающем право собственности. Ведь мы же не просто говорим, да? Смотрим дальше. Пункт 5, вот она, пункт 5, 5.1. Сейчас я тоже сюда вставлю статью, чтобы вы знали, куда ссылаться. Вот он, пункт 5.1, 48-й статьи. Очень важная статья, очень важная. Вот, сейчас я это выделю покрупнее, чтобы вы видели, что да, тут у нас не все в порядке-то оказывается, не все в порядке. Как раз в полном беспорядке, да? При проведении, да, давайте так, я сейчас здесь выделю сначала. Без этой нежелины. При проведении, да, при проведении общего собрания посредством очно-заочного голосования, а у нас как раз именно такое, да? Ну, это пока удалим, вот эту часть. У нас с вами очно-заочное голосование. Давайте мы удалим эти буковки, чтобы они нас не смущали, да? Очно-заочного. А вот это мы тоже удалим с вами. Голосование в решении собственника по вопросам. Ну, в решении собственника и, соответственно, и в протоколе, который, видите, включается, который включается в протокол общее собрание. Видите, какие слова тут прекрасные указаны? Должны быть указаны сведения о лице, участвующем, да? Участвующем в голосовании. Мы с вами посмотрели. Сведения лица, участвующем в голосовании, нет. И сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещении в соответствующем доме. Опаньки! И опять этого сведения нет. О! Мы с вами определили перечень реквизитов, которые должны быть отражены. Так, а где сведения о документе, подтверждающем право собственности, то в этом прекрасном документище, тоже ничего нет? Нет ничего! Так, интересно тогда, что это за документ-то такой, который получен с нарушениями закона? Мы с вами же знаем, да? Требования части 2 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса. Я сейчас вам ее открываю. Мы с вами знакомимся, это речь идет о доказательствах. Вот они. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. Давайте в эту прекрасную статью тоже к себе внесем, потому что это очень важная часть нашего с вами документища. В самом начале, вот она статья 90, вот перед статьей 67 мы с вами внесем статью 55. И оставим пока часть вторую, потому что, ну, как бы она основная. Там и первое тоже, каждое слово здесь важно. Но мы давайте будем действовать по порядку. Если надо, добавим где-то чего-то, то, что нам с вами нужно. Вот это доказательство мы убираем. Так. И оставляем часть 2. Доказательства, полученные с нарушением закона. Давайте выделим. По словам доказательства, мы, давайте его заменим. Протокол общего собрания, полученный, да, с нарушением закона, не имеет юридической силы. Я так думаю, вам понятнее будет, да? И не может быть положен, быть положен в основу решения суда. А, еще раз, протокол общего собрания, полученный с нарушением закона, я надеюсь, вам так более понятно, то, о чем я с вами говорю на этой конференции. Итак, мы с вами установили, Что в протоколе отсутствует сведения о собственниках в объеме имя или наименовании, сведения о месте жительства или месте нахождения, сведения о документе, подтверждающем личность, сведения о документе, подтверждающем право собственности. О, как здорово, да? Смотрите, здорово, ничего нет. А ведь этот документ, этим документищем, вот эта п***, управляющая компанией УКДС в полном объеме использует. То есть, они используют сфальсифицированный документ, смотрим, а документ является официальным, используя его, это уголовное дело, статья 327 УКДС РФ. Ну, а теперь давайте мы перейдем к вопросам. Ради чего был создан вот этот прекрасный документ? И мы с вами очень много чего увидим. Ради чего был создан? Давайте смотрим пункт 2. Об утверждении проекта договора управления многоквартирным домом. Хорошо, мы сейчас оценку этому договору пока давать не будем. У нас следующее занятие будет по этому вопросу. Якобы этот проект договора был утвержден. Так вот мы посмотрим, в чьих интересах был утвержден проект договора документом, который получен с нарушением закона. И не имеет юридической силы. Более того, документом, за использование которого следует привлекать к уголовной ответственности должностных лиц управляющей организации. А теперь давайте смотрим. Смотрите, какое прекрасное вот эта часть. Пункт 3. Опа-некки. О передаче объектов общего имущества возмездное пользование третьим лицам. Чувствуете, да? Куда несет? То есть, вообще-то, вообще-то, объекты общего имущества возмездное пользование могут передавать только собственники. А собственников-то здесь нет. А кто есть? А есть должностные лица, управляющие компанией без ВЖР, которые что сделали? Распорядились правами собственников для того, чтобы что? Наделить себя полномочиями передать кому-либо возмездное пользование общее имущество. Ну, и, естественно, а деньги-то направить на себя любимых. Да? Чувствуете, как красиво все складывается? Документик сфальсифицирован, да? Объекты общего имущества получили себе возможность распоряжаться ими. Собственно, какие-то ловли. Они созданы для того, чтобы платить. А мы еще, понимаете, не только будем плату с них брать, мы еще будем общим имуществом распоряжаться. И пусть только попробуют эти ловли где-то что-то возмутиться или поставить под сомнение. Мы всегда скажем, а где ж вы, суки, такие были? Протокол-то вы видите когда? Еще в апреле 16-го года оформят. Вы же должны были в течение шести месяцев оспорить его. А, собственно, говорят, а откуда протокол-то? Я о нем, а его ничего не знаю. Ты-то мне почему этот протокол-то не направил, не сообщил? Ну, это твоя проблема, что ты не знаешь. Протокол у нас находится. Должен был знать, что он у меня находится. Вот вы, уважаемые участники площадки, я вам сейчас приведу пример. Давайте я, значит, какие-то документы находятся. Вот такой же протокол возьму самую нахреначу. С такими же пройдохами от вашего имени. От имени каждого из вас. Ну, вот со всеми, кто находится сейчас на площадке в конференции. И через три года буду предъявлять вам требования. Говорю, так вот, протокол-то у меня есть. Вот те распорядили, все, а ты не оспорил. У тебя было шесть месяцев. А я вам буду предъявлять. В суть с этими документами приду. А судьи у нас включат дурака. Они же там, ну, собственно говоря, даже и включать-то не надо. Потому что это как в академиях, видимо, МК включили этого дурака. И законтрогали этот выключатель. Он уже не выключается и не включается. Он уже все, включен. Перед нами дурак. Они даже под сомнение не ставят этот протокол. Как они вам заявляются? Вы что, собираетесь решение Общего Собрания обжаловать? Как мне там сказала, заявила госпожа Киселева в Выборгском городском суде на одном из судебных. Вы что, Виктор Владимирович, намерены решение Общего Собрания обжаловать? Я говорю, как я могу обжаловать решение, которого нет? Если вы считаете, что там принято решение о собственном, ну, назовите, говорю мне, хотя бы имя, хотя бы одного собственника. Вы увидели, как госпожа Киселева уставилась стеклянным глазом, стеклянным в смысле, остекленевшим. Смотрит на документы, как раньше у меня, вот я в школе учился. Смотрит в книгу и видит фигу, кукишку видит. Такую красивую, приятную кукишку волосатую. Высунулась, язычок показывает, кукишка. Так вот, я вам раскрываю весь механизм обмана. На всей территории страны, на всей территории страны, механизм обмана, механизм присвоения права, полномочий, передавать общее имущество в пользование этим лицам, получать за это деньги и делиться. С кем делиться? С прокурорскими, с полицейскими, с судьями. И всеми, кто сегодня включен в эту игру, с вами, уважаемые участники площадки, с вами, уважаемые граждане страны, вы задаете вопрос, почему мы в помойке, почему у нас дома разрушаются? Потому что вот, вот является основанием для того, чтобы вас обманывать, для того, чтобы вас грабить, для того, чтобы мошенничать в отношении вас и вашего имущества. Вот такие документики. Многие говорят, законов не хватает. Как не? Законы нормально созданы. Я вам продемонстрировал. Мы берем законы действующие. И мы не пользуемся. И этими законами вправе пользоваться любой, в том числе судьи, прокурорские, полицейские, следственный комитет. И все иже с ними, но ведь они до настоящего времени не могут разобраться с простейшим вопросом. Вопрос наделения полномочиями. Вопрос распоряжения правами собственника. Вопрос самоуправного наделения себя полномочиями от имени собственников. При помощи фальсификации официальных документов. Вот этот документ является доказательством того, что должностных лиц управляющих компаний следует привлекать к уголовной ответственности. Кого из этих должностных лиц? Это пусть следствие разбирается. Дальше давайте. Уполномочить УКДС ВЖР на заключение договоров о передаче в пользу объектов общего имущества с распределением полученных средств. Смотрите, сами себя уполномочили, да, должностные лица УКДС, сами себя уполномочили заключить договора о передаче в пользу объектов общего имущества еще с распределением полученных средств. Чувствуете, да? Вот она. Вот с какой целью был создан этот протокол. Вот какие задачи он разрешал. Кто-то из собственников получил деньги за пользование общим имуществом. Нет, никто не получил. Давайте дальше действуем. Мы с вами разобрались. Кто у нас распоряжается общемуся саму УКДС ВЖР, должностные лица, уполномочить, то есть они сами себя уполномочивают, обращаться в судебные органы, в защиту прав собственников помещения, совершать от имени собственников помещения все процессуальные действия. Сами себя наделили полномочиями, да? Приходят и защищают они права собственников. Как вы так, уважаемые собственники, допустили, что слуга-то вашими правами-то распоряжаться стал в суде причем, да? А с чего вдруг слуга-то пойдет защищать ваши права? А я вам скажу для чего. Для того, чтобы полномочия закрепить на заключение договоров о передаче вашего имущества кому-то третьим лицам и распределить деньги от вашего имени. Ну, естественно. С кем они распределяют? А я вам скажу, как это делается. Составляется протокол, фиктивный, ну, не протокол, а договор составляется, в котором сумму ставят маленькую. А расчеты ведутся наличкой, неучтенкой. Ну, и как вы? А деньги-то мимо вас, мимо вашего кармана. Мы потом будем договор с вами смотреть еще. Мы к нему перейдем. Там очень много интересного, там очень много забавного, там очень много того, на что многие не обращают внимания. Смотрите, как они себя наделили полномочиями использовать, об использовании средств, полученных в результате внедрения управляющей организацией энергосберегающих мероприятий. То есть, они осуществляют какие-то энергосберегающие мероприятия, в результате которого плата за содержание жилого помещения должна снижаться. Ну, и как? Ну, собственники, снизилась у вас плата от использования денежных средств, полученных в результате внедрения управляющей организацией энергосберегающих мероприятий? Да, нет. Нет. Нет, нет и нет. Все эти деньги пошли на тех, кто осуществил энергосберегающие мероприятия. Да? Чувствуете? Сохранил для чего? Коммерческие, коммерсантишки у нас все хорошо усвоили. Деньги обналичивают, а это для них не составляет труда сегодня обналичить. Ну, у нас же очень много должностных лиц в среде органов власти, государственных, муниципальных, которые готовы, готовы получить откаты, заносы. Вот она основа-то, экономическая основа. Разрушение страны, разрушение ваших домов. Экономическая основа перед вами, я ее вскрываю вам путем чтения повестки дня общего собрания. Обратите внимание, во всех пунктах отсутствует сведения, ну, начнем по порядку, да, об объектах общего имущества, да, отсутствует. О каких объектах общего имущества идет речь, да? Отсутствует информация о распределении полученных средств, их размерах, да? Об адресности распределения этих средств. Адрес-то мы должны знать, кому они направляются. А в протоколе этого ничего нет. Но полномочиями-то УКДС себе она делила. Угу. О полномочия судебную, каких прав собственников? На общее имущество, да? Которое было, собственно говоря, мошенническим способом выведено, да? Может быть, раз это значит защиту прав собственников на распределение полученных средств? От использования объектов общего имущества, да? Чувствуете, как все на себя взяли? Они все и распределяют, и деньги получают, и даже в суд готовы пойти защищать права собственников и на эти объекты общего имущества, и на полученные средства. Вы чувствуете, да? Пусти козла в огород. А огород-то огромный. Вон, видите, сколько у нас тут огород? Огород-то 15 тысяч квадратных метров, 15 700. Ничего такое, солидненький такой огородище-то. В нем-то капусты можно нарубить, ой-ой-ой, сколько. Да? Управляющая компания ДЭС восточного жилого района капусты-то много здесь нарубили? Этой капусты хватит на то, чтобы подкупить любого из должностных лиц. А те же готовы будут пойти хорошим людям-то помочь в защите прав собственников, да? Дальше двигаемся. Уже видите, об использовании. Куда направляется? Да? Средств. Полученных. Они уже, видимо, получены. Размер полученных. Да? Средств. Где? Размер полученных средств. Где? Нет информации. А, сведения. А, какие были энергосберегающие мероприятия совершены? Где сведения? А? Вы видите, уважаемые участники площадки, эти сведения? Так вас держат за л**ов. Они действуют по принципу. Скупой платит дважды, тупой трижды. А, л**и, вот они все, собственники помещений в многоквартирном доме. Они обязаны пролатить. Всегда. Более того, они созданы для того, чтобы платить и сидеть, обижаться на кухоньках по поводу того, что опять размер платы за содержание живого помещения и коммунальным услугам поднят на немыслимую высоту. Но ведь вы же молчите. Вы же не интересуетесь. Вы же не спрашиваете о том, как правильно должен быть оформлен протокол общего собрания. А свол**и, которые расселись по местам. Вот они, расселись по местам. Многочисленные свол**и в органах власти. Они вам об этом не рассказывают. Правильно? Зачем? Если расскажут вам, так начнется порядок, начнется наведение порядка в стране. А зачем? Мутная водичка-то она позволяет денежные потоки направить в свои карманчики. И сидеть, похохатывать над л*****ей. А они, оказывается, уполномочили-то из этого дома. Саму ДЭС, ВЖР, уполномочили их грабить. И при этом защищать в суде. О, как здорово! А потом бегают, да? Прокуратура. А что случилось-то? А почему так-то? Ну, давайте к пункту 7 перейдем. Об отмене решений собственников помещений, принятых в соответствии с протоколом от 21.2014. Опаньки! А еще, оказывается, есть протокол от 2014 года. И что-то мне подсказывает об этом протокольчике-то. Тоже ничего неизвестно. И что-то мне подсказывает, что этот протокольчик-то по образу, подобию настоящего протокольчика оформлен. А? Как вы думаете, участники площадки? А? Или вы думаете, что УК, ДЭС, ВЖР это сама кристальная честность? Открытость? Сама добросовестность? По отношению к вам, по отношению к вашим кармашкам. Да. Видите? На пользу, на расторжении договора, то есть какой-то договор был опять, договором на пользование объектом общего имущества, заключенным между УК, ДЭС... Минутку. Договор заключен между УК, ДЭС, ВЖР и студия рекламы Элемент. А какое отношение к этому договору имеют собственники? А я вам сразу скажу, вот вам все указы. То есть они сфальсифицировали протокол, которым наделили себя полномочиями заключить договор. Время прошло. Смотрите, время-то прошло. Мы сейчас его расторгуем. А про деньги-то где? Про денежки-то где? Объекты-то общего имущества. Пораспоряжались. Денежками побаловались. Ну, а лошок-то должен себя чувствовать уверенно. А он себя чувствует уверенно, когда ему никто об этом не рассказывает. Не рассказывает, что его как лошка разводят. Далее. О демонтаже. Да? В лифтовых кабинах. То есть, смотрите, и на этом ДСВЖ позарабатывало. Мошенничество так. Смотрите, как легко мошенничать. Легко. Бумажку создал. Кругом все включили дурачка из органов государственной власти. А эти денежками пользуются. Ну, и в определенный момент соскакивают, увольняются, уходят. Денежки-то получили. Ну, и последний, козырный вопрос. Об установлении места хранения общего протокола общего собрания, реестра подсчета голосов, других документов по проведению общего собрания. Смотрите, как все на себя взяли. Вы заботливые, да? Восхищение, наверное, у вас вызывают, да, вот эти ребятки? А вам-то ничего неизвестно об этих протоколах. Когда мне прислали первый протокол, там был протокол 2006 года. Про 2016 год протокол мы узнали уже в результате участия в судебном заседании. А когда получили этот протокол, а мы его только получили, тут еще протокол 2014 года всплывает. Так сколько таких протоколов? Вы спрашиваете, откуда у вас персональные данные? Они вам скажут, откуда у них персональные данные. Так вот же ваше решение собственника. Вы же сами передали. Вы скажете, ничего я не передавал. Ну как же, как же. Вот ваши персональные данные в этом решении. Вот ваша подпись. Скажете, позвольте, нет, не моя подпись. Как не ваша подпись? Данные ваши, а подпись не ваша. Вы что тут придумываете-то? Вы что тут придумываете? Вот же ваш документ. Ну и что вы будете говорить, уважаемые собственники, когда с вами так поведут разговор? А? Ну что ж, давайте подведем итог. Итак, перед вами сфальсифицированный официальный документ. Фальсификация которого и использование указывает на совершение должностными лицами преступления, ответственность за которую предусмотрено, за совершение которого предусмотрено статьей 327 Уголовного кодекса. Здесь еще и просматриваются элементы мошенничества. То есть этот документ облегчает совершение других преступлений в отношении общего имущества собственников, в отношении прав собственников, в отношении их законных интересов. Вот что мы с вами видим, когда проанализировали только, всего лишь одну страничку протокола. И при этом, я вам еще раз покажу, вот они, все документы, вот они, вот все нормы права, которые мы с вами использовали. Я широко их вот прописал, тут их немножко. Перед нами с вами, перед нами все документы, которые мы используем при исследовании и оценке любого документа. Это в данном случае протокола общего собрания. По таким же правилам мы проверяем и оцениваем решение общего собрания собственников. Ну, здесь я еще не говорю, там подписи, но 19-я статья и национальный обычай достаточно точно определяет, что должно быть, каким образом подписывается любой документ. Он подписывается путем написания, собственноручного написания фамилии автора документа. Того лица, который распорядился своими правами, свободами и действовал в своих интересах. В первую очередь, 12 часов 2 минуты, 23 мая 2021 года, предлагаю завершить сегодня конференцию, потому что у меня времени мало, и, пожалуйста, я сейчас включу микрофоны, можете задавать свои вопросы, обсудим вопросы, которые возникли у вас в связи с изложением вот этого очередного материала. Я думаю, что этот материал вам тоже оказался полезным и достаточно информативным, позволяющим оценивать самостоятельно такие же документы, которые находятся в вашем распоряжении. Включаю микрофоны. Давайте, кто первый? Пожалуйста, не затягивайте, у меня времени мало. Участники. Есть смелые? Виктор Владимирович, это Татьяна Наземцева, здравствуйте. Добрый год. Подскажите, пожалуйста, у меня сейчас вот дети как раз приобретают жилье в новостройке, и, значит, один, одна из них, значит, подписал уже акт приема передачи квартиры. Значит, вот я ее торможу, говорю, значит, никакие документы не подписываю, никакие протоколы, никакие договора. Мне, конечно, трудно с ними разговаривать, они потому что, ну, не хотят в этом разбираться. Мне вот 183 статьей гражданского кодекса ее убедить, что есть риск подписания незаконного протокола, то есть она будет иметь потом какие-то негативные последствия. Да, будет иметь хороший вопрос, Татьяна. У нас, по-моему, то ли в Зеленограде, то ли в Зенеграде, я сейчас не помню, ко мне обратилась женщина прошлый год. Она, значит, еще сделала каким образом? Она заключила договор аренды, я просто аналогию провожу. Каким образом? Она пришла, ей нужно было, значит, арендовать помещение в магазине для того, чтобы выложить свой товар. Она подошла к продавцу и сказала, а как у вас здесь можно, значит, арендовать помещение? Она говорит, да вот просто у нас вот здесь вот есть такой договорчик, возьмите, подпишите его и, пожалуйста, просто приступайте, значит, арендуйте это помещение, а потом, ну, а деньги, деньги будете заносить там кому, значит, ну, а если там какой-то старший по магазину, будете передавать эти деньги этой женщине. Она подписала со своей стороны этот договор, но договор подписал непонятно не в ее присутствии. то лицо, которое, вот, не было того лица, которое распорядилось выдачей вот этого, передачей вот этого помещения. Она, значит, подписала этот документ и привезла свои, значит, свои товары в этот магазин. И однажды ночью эти товары ночью вывезли, там вывезли, по-моему, сразу на 3 миллиона товаров. Она стала бегать с этими документами, а ей говорят, а вы с кем договор-то заключали? Так я вот так сделал, так вы просто бумажку подписали. И где, с кого сейчас будете спросить? Кого будете спрашивать? А то лицо, от имени которого был заключен договор аренды, а он здесь в Российской Федерации не проживает. Более того, когда стали разбираться, там ее мужа посадили, менты, только за то, что он там стал разбираться, бегать. И, естественно, включил эмоции. То, что вы сейчас, Татьяна, говорите, это как раз действие, которое указывает на неразумность и недобросовестность участника сделки. Им хочется быстрее. Они могут огрести так, что и без квартиры останутся, и без документов останутся. И ваша обязанность, скажите, я тебя предупредила. Если так закончится, потом будешь локти кусать сам, самостоятельно. Моя обязанность предупредить, потом не прибегай, сопли не распускай. Еще вот я посмотрела, значит, EGRUL, домоуправляющая компания так называемой. У них учредитель финской фирмы, 100% доля финляндия. То есть здесь ничего такого нет. Значит, смотрите, давайте так. Вот с каждым документом следует разбираться очень внимательно. Я вам показал, каким образом следует исследовать и оценивать представленный документ. Вот два дня я уже веду конференцию и рассказываю. Внимательно вот этому научитесь. Потом будем исследовать договоры и все остальное. По этим же самым правилам. И вы, по крайней мере, какую-то часть знаний возьмете и будете уже самостоятельно действовать в тех или иных обстоятельствах. Виктор Владимирович, вы смотрите, я так планирую настроиться. Ну, и сама, и их. Вот приходят первые квитанцы, да? Уже обозначать им запросы делать, на каком основании вы присылаете мне платежки? Конечно. Конечно. Потому что в платежках содержатся реквизиты. Вы обратите внимание, платить по платежным документам можно только в одном случае, при одном условии. Если между вами и контрагентом, а в данном случае непосредственно лицом, которое вправе действовать от имени управляющей компании без доверенности, в вашем присутствии подписан договор управления. Если он не подписан, вы не вправе платить по этим платежным документам. А если вы вносите плату, вы таким образом показываете, что вы неразумный человек, ограниченно дееспособный, не понимающий совершения, последствий совершения своим действиям и не способный руководить этими действиями. Остановитесь, не делайте этого. Заключите договор как положено. Потому что заключив договор, исследовав его перед этим, посоветовавшись, вы себя освободите от необходимости потом бегать и доказывать, что вы не верблюд. Они могут доказывать в суде, в прокуратуре, в других различных государственных, так называемых государственных органах. Да, поняла. Все, спасибо, Виктор Владимирович. Давайте успехов, Владяна. Еще вопросы у кого есть? У кого есть вопросы? Вот Антон говорит, выручка УК ДСВЖР за 19-й год составила 2,5 миллиарда рублей. Я вам про это и говорю. Про огромнейшие деньги это только то, что официально. А вот то, что они распоряжаются неофициально, благодаря фальсификации вот таких протоколов, там тоже громаднейшие денежки ходят. Я убежден, что именно это является основой преступной деятельности должностных лиц, органов власти на территории города Сургута. Именно этот денежный поток является основой того, что, того беспредела, которое они творят на территории города Сургута. Еще вопросы? Владимир Владимирович, можно вопрос? Да, конечно, я для этого здесь. Подскажите, пожалуйста, вот если уже решение суда принято, проиграли суд, апелляция и вот эти знания о протоколе общего собрания, то есть Сургута не принимает это вообще во внимание? Минутку, я понял, дальше можете не рассказывать. Давайте, подождите минутку, я сейчас расскажу, как пользоваться. Значит, смотрите, судья может принимать, может не принимать. Берете решение, так? Берете решение и читаете. Был разрешен вопрос с решением общего собрания, оформленного таким протоколом, или не был судьей. Если эти сведения в решении отсутствуют, значит, в решении, что этот документ признан ничтожным, что там все результаты, оценка дана этому документу. Если сведения отсутствуют, значит, вы вправе действовать. Ваши руки развязаны. Нет решения, как такового, по данному вопросу, по поводу протокола. Вы сейчас вправе обратиться, значит, действовать надо последовательно. Вы вправе обратиться в полицию, в котором указать, что в данном случае речь идет об использовании протокола общего собрания, который имеет признаки фальсификации официального документа. Но это надо очень хорошо и грамотно готовить такое заявление. Вот в дальнейшем мы как раз планируем, значит, исследовать на этой площадке порядок оформления заявления, как в полицию, в следственный комитет, в прокуратуру, с требованием возбудить уголовное дело в отношении лиц, которые осуществили фальсификацию этого документа. Понятно? А в отношении судьи? А в отношении судьи за что? Она же не исследовала протокол, она его не признала документом, имеющим юридическую силу. Я с вами согласен, Надежда, в том, что с этими судьями тоже нужно разбираться. У нас вот эти судьи, они как бы являются частью этой системы, системы беспредела, которая творится на территории страны. Частью, гармонично, она включена, эту часть. Мошенники и воры пришли ко власти, они назначают судей, и судей, естественно, отрабатывают. То есть деньги, которые мы платим как налогоплательщики, вот эти воры и мошенники, которые сегодня захватили власть, они распоряжаются этими бюджетными денежными средствами, и говорят, так, ты, пожалуйста, мы тебе дадим кресло судьи, ты заплати определенную сумму за то, что тебя наделили полномочиями судьи. Это первое. И второе, ты должна будешь исполнять все необходимые требования, которые мы тебе предъявим в случае разрешения каких-то спорных ситуаций. Мы должны это все с вами прекрасно понимать. А вот скажите, а в апелляцию подали, а что в апелляцию и определение разным принципием принесли? Все динамит, не хотят пускать нас в апелляцию. И уже вернулась первому суде, мировому суде Старостенко. Он на 25 число назначил рассмотрение заявления о восстановлении срока для подачи апелляционной жалобы. Причем тут первый судья, я не могу понять немножко. То есть апелляция, сначала мировой суд был, который вынес решение, потом попало все это в вышестоящий суд, Ачинский городской суд. А там, значит, три определения, друг у друга там куча ошибок. Надежда, значит, смотрите, вот давайте так. Правила работы, ну вот разрешение, вернее даже не работы, а разрешение любых вопросов подчиняется статье 196 Гражданского процессуального кодекса. Я сейчас вам открою и прочитаю. Для того, чтобы мы быстро понимали, мы с вами должны действовать в соответствии с правом. Запоминаем их. Вот 196-я, кстати, вот она у меня тут, самая первая статья. Вот смотрите, я сейчас увеличу. Вот она 196-я, видите, да? Статья. Видите? При принятии решения, то есть вы мне сейчас задаете вопрос. Для того, чтобы разрешить этот вопрос, мы должны принять решение, что любой из нас, вы, я, хоть кто, оценивает в данном случае что? Определение судьи, определение апелляционной санкции. То есть мы с вами начинаем сначала знакомиться с документом. Мы смотрим документ, ознакомились, оценили его содержание, определили, какие обстоятельства, имеющие значение для принятия решения, в нем отражены. Какие обстоятельства, а потом уже мы принимаем решение. Вот сейчас вы мне предлагаете дать ответ на вопрос, не читая определения. Я вот сразу скажу, что, значит, вот мы столкнулись с Мариной Селезневой в этот раз. Судья что сделал для того, чтобы не пускать, не пускать, значит, исключить возможность передачи, значит, апелляционной жалобы в вышестоящий суд? Она указала в своем определении ссылку на одну норму процессуального права, а в своем определении эту норму исказила в неопределении, в решении. Исказила так, что, ну, человек же не проверяет, не, ну, чаще всего рассчитывает, что перед ним добросовестное лицо. Ну, мы предполагаем, а на самом-то деле перед нами мошенники в судейской мантии, которые совершают подмену понятий, подмену норм права своими измышлениями. А потом нас же и обвиняют в том, что мы не подчиняемся нормам закона. Вот давайте начнем с того, что давайте ознакомимся с определениями, а потом будем принимать какое-то решение по этим определениям. Ну, невозможно. Дело неизвестно где. Уже розыск дела я объявила, заявление написала, розыск дела гражданского. В апелляцию написала, в Ачинский городской суд написала, где мое дело, где ознакомиться с определением последним, вынесенной третьим судьей уже, Поповой. Ну. Дела-то нет. Значит, смотрите, давайте так. Значит, есть проблема. Проблема заключается, вы написали, каждый день через газ правосудия утром, днем, вечером направляете официальный запрос. Требую ознакомить меня с делом о принятом решении сообщить письменно на электронный адрес и по телефону, указанному в обращении. Три раза в день. Более того, направляете на имя председателя суда, направляете в вышестоящий суд такие обращения, направляете в квалификационную коллегию судей. Скажите, да что это такое, что за бардак в суде-то? Так вот, 25-го, это вторник, в 12.00 уже у нас он приглашает сам Старостенко. Это первый вообще судья, мировой судья, который дело вел и который вынес решение. Вы приходите, значит, и сразу говорите, извините, давайте так, уважаемый господин Старостенко, вы меня пригласили, а, значит, мои обращения по поводу необходимости ознакомиться, значит, с этими определениями, они почему-то проигнорированы. Давайте так, мне нужны эти документы, я вправе с ними ознакомиться, с их содержанием, посоветоваться, значит, с людьми, которые очень хорошо разбираются во всех ваших хитросплетениях, поэтому, давайте мне копию этих определений, я, значит, и переносите руководство статьей 169 Гражданского процессуального кодекса, перенесите рассмотрение, значит, разрешение этого вопроса на, как минимум, на одну неделю. Все, спасибо большое. Действуйте. Спасибо. Потом доложите мне. Так, еще вопросы. Виктор Владимирович, это опять Татьяна Миноземцева. У меня прения были, и в протоколе, значит, последнего судебного заседания, секретарь и судья фальсифицировали мою речь. Я это указала в замечаниях на протокол, дала, значит, свой протокол фиксации. Судья определением отказала мне изменить протокол судебного заседания. Мне вот как дальше действовать? Меня произошла фиксикация премии. Значит, скажем так, действия следующие. Я, насколько понимаю, вы вправе подать замечание на неполноту и неточность протокола судебного заседания. Что вы и сделали, правильно? Да. Правильно. Судья, это п***, вынесла определение. Вот мне интересно содержание определения. Ну, подскажите, прав я или не прав, в котором указала, что, значит, в этом, значит, в протоколе судебного заседания она не обязана дословно указывать те, значит, те сведения, на которые ссылается лицо, участвующее в деле. Так, вероятность всего? Да, да. В данном случае у судьи отсутствует право указывать. Более того, перед вами, вы бы вправе сейчас обвинять этого судью в отсутствии его объективности. Часть 2 статьи 12, давайте я вам показываю, часть 2 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса возлагает на судью обязанность. То есть они сейчас издеваются просто-напросто. Суд сохраняет что? Независимость, объективность и беспристрастность. Что такое объективность и беспристрастность? Ваши слова, какие бы они ни были, должны быть отражены в протоколе судебного заседания объективно и беспристрастно, какая бы ваша речь ни была. В данном случае суд вынесли свое определение, нарушил принципы объективности и беспристрастности, которые гарантированы частью 2 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса, что является самостоятельным основанием для отмены решения суда первой инстанции. То есть мне просто это в апелляцию указать, заявление... Да, 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 да. Ссылаете, скажите, мало того, что гадил весь суд, прямо так и пишите. Этот судья гадил мне, гадил в открытую, значит, со стадии при принятии заявления от производства суда, при подготовке дела к судебному, разбирательству. И даже когда я подала заявление, он продолжил гадить, он продолжил действовать в обход требований установленных частью 2 статьи 12 Гражданского процессуального кодекса путем совершения субъективных и пристрастных действий по отношению к той информации, которую я оглашал в ходе судебного разбирательства. Ну, где-то примерно так. Еще вопросы? Еще участники площадки, у кого вопросы, пожалуйста, подключайтесь к первой теме. Участники площадки. Есть вопросы? Вопросов нет. Подожди, подожди, подожди. Чат, зачитай, пожалуйста. Там Наиль задал вопрос. То, что мы обсудили, это очная часть, а бюллетение голосования, это заочная часть, да? Бюллетение нельзя приводить в качестве доказательства того, что вот же собственники голосовали, там же будут отражены. Значит, смотрите Наиль. Вы недавно подключились. Опираемся на нормы процессуального права. Открываем статью 67. Статья 67 Гражданского процессуального кодекса. Мы с вами, вот есть такая норма, видите? Ну, тут написано, что суд оценивает. Мы, как, любой из нас, вот вместо суд пишем, любой из нас, вы, я, Антон, другие лица, которые сегодня участвуют в конференции, те, кто нас будет слушать, этот материал, что делает? Оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. Доказательства оценивает протокол собрания по своему внутреннему убеждению. Мы с вами сегодня пришли к единому убеждению, основанному на чем? На всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Мы с вами, у нас только протокол, других доказательств в нашем распоряжении нет. Поэтому мы сейчас с вами только на первом этапе, мы исследуем протокол, и мы говорим о том, что этот протокол не содержит сведений. А теперь давайте зададим себе вопрос, а какие сведения включаются в протокол? А я вам сразу скажу, что если бы были, как вы говорите, там решения собственников или бюллетени, то эти сведения об этих решениях собственников и бюллетенях были бы включены сюда. Там же написано, включается статья 48. Что там? Ну, вот она, мы с вами читали только что, да? Статья, так, 48. Вот она. При проведении общего собрания посредством очного, там, очного и заочного решения собственников по вопросам, которое включается в протокол общего собрания. Видите? Все сведения, они включаются в протокол общего собрания. Раз они не включены, значит, те сведения, которые имеются в решениях собственников, бюллетенях, они были получены либо позже, либо каким-то иным. Но в любом случае речь идет о том, что доказательство получено с нарушением закона. А любое доказательство, полученное с нарушением закона, не имеет юридической силы. Им никто не мешал оформить документ надлежащим образом. Надеюсь, понятно. Так, где там у нас? Бюллетени? Ну, давайте там часть третья у нас еще раз. Мы сначала изучаем, значит, сначала мы оцениваем протокол, потом у нас появляется, часть третья говорит о том, чтобы любой из нас оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности. Как мы можем говорить о том, что те документы, которые представлены, те решения собственников, являются достоверными доказательствами? Мы отдельно будем с ними разбираться. У нас сейчас их нет. А также, смотрите, достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Теперь давайте проверим. Достаточность, взаимную связь, доказательств в их совокупности. Смотрим протокол. Вот он перед вами, протокол. В этом протоколе есть сведения о количестве решений собственников, которые были положены в основу этого протокола? Такие сведения отсутствуют. Сведения о собственниках также отсутствуют. Мы из чего следуем? Мы из чего делаем? Они вам принесут документы. Они вам принесут, они сфальсифицируют любые другие документы. У нас уже вот этот документ говорит о том, что этот документ сфальсифицирован. Пусть несут хоть что. Давайте разберемся сначала с одним документом, потом будем переходить к исследованию других документов. Не будет документов, а их и не должно быть, потому что в протоколе, давайте посмотрим третью страничку. Приложение. Вот давайте посмотрим. Есть здесь сведения о приложении? Видите? Вопросы разрешены. Должны быть указаны. Приложение. Решение собственников на стальки-то листах. Столько-то решений собственников на стальки-то листах. Есть договор управления. Тут же про договор управления речь идет. Договор управления на стальки-то листах. Тоже его нет. Там соглашение о расторжении договора с какой-то организацией. Есть приложение? Тоже нет. Смотрите, ничего нет. А мы с вами должны что определить? Статья 67 предписывает нам взаимную связь доказательств. В их совокупности. В протоколе-то нет отсылки. Нет связи. Связи-то должны быть в этом документе указаны. На основании чего в протокол внесены данные. А здесь нет ничего. Пример. Смотрите. Вот она, взаимная связь. Пункт 7. Об отмене решений собственников принято в соответствии с протоколом от 21 апреля 2014 года. Вот. То есть здесь указание на какой-то протокол. Он тоже должен быть здесь. В качестве приложений. Но мы его не видим. Но связь указана. Точно так же должна быть указана связь с решениями собственников. А их здесь нет. А раз их здесь нет. Значит их при составлении протокола. Вот этого. В распоряжении лиц. Которые оформили этот документ. Не было. Эти документы отсутствовали. Ясно, Наиль? Или нет? Ну, я думаю, что ясно. Давайте у кого-то еще какие-то. Понятно. Спасибо. Замечание на протоколы судебного заседания. Да. Ну, отлично. Еще вопросы, уважаемые участники площадки. Отлично. Больше вопросов нет. Антон, вопросы есть ко мне? Нет. Все. Все ясно. Все, отлично. А сегодня давайте нашу конференцию заканчиваем. Время 12 часов 30 минут. 23 мая 2021 года. Мы достаточно хорошо продвинулись с исследованием протокола общего собрания. Я думаю, что та информация, которую я вам предоставил на этой конференции, позволит вам самостоятельно разбираться, ну, хотя бы в части вопросов, которые изложены в протоколах общего собрания собственников. И давайте мы будем сжимать наше время для того, чтобы я смог вас научить готовить свои процессуальные документы, полученные процессуальные документы, основанные вот на этом протоколе общего собрания. Я так думаю, что это тоже вам поможет в вашей практической деятельности. Ну, и я, конечно, рад всех вас видеть на этой площадке. Мне приятно то, что вы достаточно сложные знания получаете, присутствуете, приходите на площадку. Распространяйте эти знания максимально среди тех людей, которые готовы воспринимать эту информацию. Воспринимайте, обменивайтесь информацией, готовьте вопросы. Всем пока-пока. Встречаемся предварительно, я говорю, встречаемся во вторник. Но это пока предварительно. Следите за информацией на моей площадке. Весь материал, который я сегодня вам предоставил, сейчас я закончу запись, сформирую ее и выложу у себя на страничке во ВКонтакте. Передавайте, пользуйтесь этой информацией. Распространяйте среди всех, кого вы уважаете, кого вы знаете, кому доверяете. Всем пока-пока. Встречаемся во вторник предварительно. Виктор, не забудь, пожалуйста, про файл выложить вот этот в Word-овске, который ты сделал. Приложить к видео. Обязательно выложу. Всем пока-пока. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok